Хотели бы вы увидеть реальные преступления и последующие расследования? На этот вопрос большинство зрителей ответят отрицательно. Быть свидетелем не завидная и даже опасная роль. Да, и сама картина для неподготовленного человека может стать настоящим шоком. Другое дело, если вы находитесь по другую сторону экрана. В этом случае жуткие подробности воспринимаются не так остро. Для тех, кто любит расследование реальных преступлений, предназначен жанр кино True Crime. Обычно к нему относятся документальные фильмы, но есть среди них и художественные картины. Преступления и работа полиции воссозданы актерами, но дела не становятся менее интересными и запутанными. 11 место. Все самое лучшее. В 80-х годах прошлого столетия наследник богатой нью-йоркской семьи Роберт Дерст влюбился в бедную девушку по имени Кэтлин. Несмотря на осуждение родителей, они поженились, но вскоре супруга парня бесследно исчезла. С подачи влиятельных родственников Роберта дело замяли и пролежало в архивах полиции более 20 лет. В 2000-х расследование возобновили, после чего произошло два странных убийства. Причем жертвы хорошо знали Дерста и могли пролить свет на его прошлое. Роли Роберта и Кэтлин сыграли Райан Гослинг и Гирстен Данст. 10 место. 22 июля. До 22 июля 2011 года Норвегия считалась одной из самых безопасных стран Европы. Утром в тот роковой день в правительственном квартале Осло неожиданно прозвучал мощный взрыв. Пока полиция оцепляла ближайшие районы, террорист по имени Андерс Брэйвик незамеченным добрался до острова Утэя. На тлачке земли располагается летний лагерь молодежи, и мужчина начал стрельбу по присутствующим. В результате двух терактов погибло 77 человек, а 22 июля вошло в историю Норвегии как один из самых страшных дней. 9 место. Альфа-Дорк. История молодого торговца наркотиками Джейси Джеймса Голливуда. Однажды один из членов его банды задолжал парню большую сумму, и он не придумал ничего лучше, чем похитить его младшего брата Зака. Сначала Китни Пинк был веселым приключением, как для жертвы, так и для похитителей, но вскоре ребята поняли, что зашли слишком далеко. В фильме сыграло целое созвездие актеров. Джастин Тимберлайк, Брюс Уиллис, Шарон Стоун, Аманда Сейфрид и Антон Ельчин. 8 место. Охотник на лис. Мультимиллионер Джон Дюпон много лет поддерживал американских спортсменов. В своем поместье он организовал тренировочную базу для молодых дарований, куда пригласил братьев Шульц, олимпийских чемпионов по борьбе. Отношения между родственниками были непростыми. Младший Марк много лет пытался войти из сене старшего Дайва, который добился больших результатов. Возможно, жизнь троих сложилась бы по-другому, если бы Джон не затеялся со спортсменами опасную игру. Роль миллионера неожиданно хорошо сыграл комедийный актер Стив Каррелл. 7 место. Политех. Одно из самых громких в истории массовых убийств студентов произошло в политехнической школе канадского Монреаля. В обычный учебный день парень по имени Марк Лепин ворвался в одно из помещений с винтовкой в руках. Он приказал всем студентам мужского пола покинуть аудиторию, а растерянных перепутанных девушек оставил. Оказалось, что Лепин, страдавший психическим заболеванием, был ярким противником феминизма. Руководствуясь извращенной логикой, он решил, что все девушки, которые учатся на инженеров, относятся к феминистскому движению. И решил уничтожить как можно больше из них. 6 место. Американское преступление. В 60-х годах прошлого века многодетная мать-одиночка Гертруда Банишевски за небольшую плату взяла на временное воспитание дочерей сезонных рабочих, Дженни и Сильвию Лайтенс. Сначала все шло хорошо, но потом у старшей дочери женщины Паулы и Сильвии случился конфликт. После этого весь днев, копившийся в душе нищей, неустроенной в личной жизни депрессивной Гертруды, обрушился на голову девочки. Она заперла Сильвию в подвале и заставила ее пережить настоящий ад. 5 место. Монстр. Девочка по имени Эйлин Уорнос росла настоящей красавицей и мечтала стать актрисой, но превратилась в игрушку для исполнения похотливых желаний. После этого она стала проституткой и колесила по стране, пока не познакомилась с Сэлби Уолл. Эйлин сразу влюбилась в милую девушку и решила создать настоящую семью. Женщина пыталась найти нормальную работу, но вскоре ей пришлось вернуться к прежней профессии и совершить первое убийство. За роль Эйлин Уорнос актриса Шарлиз Терон получила премии Оскар и Золотой Глобус. 4 место. Парни не плачут. Брэндон Тина – красивый парень с огромными глазами и сияющей улыбкой. У него никогда не было проблем с девушками, все знакомые описывали его как галантного кавалера и отличного друга. Но после того, как у Брэндона завязались отношения с красавицей Ланой Киздал, выяснилась невероятная правда – парень оказался транссексуалом. Бывший возлюбленный Ланы и его друзья не могли стерпеть такого поведения от биологической женщины и решил жестоко отомстить конкуренту. 3 место. Подмена. Анжелина Джоли сыграла роль матери-одиночки, которой пришлось пережить самый страшный кошмар – пропажу маленького сына. Полицейские, погрязшие в коррупции и лжи, понимают, что их ждет очередной скандал, но вскоре находят выход. Спустя полгода девятилетнего мальчика, оставленного в придорожном кафе, объявляют пропавшим Уолтером и возвращают матери. Женщина понимает, что найденный ребенок – не ее сын, но чиновники не собираются легко сдаваться и начинают травлю. 2 место. Садист. Мартин Пучичо и Бобби Кент дружили с раннего детства, но их отношения были странными. Бобби – властный парень с лидерскими замашками, постоянно издевался над добродушным тюфтяком Марти. Девушке жертвы буллинга Лизе не нравилось происходящее, и она внушает парню мысль, что приятеля нужно убить. Она рассказывает о плане нескольким близким друзьям, и они неожиданно соглашаются участвовать в преступлении. Первая попытка оказывается неудачной, но ребята не собираются сдаваться и решают попробовать снова. 1 место. Не такие, как все. Софи Ландсталкер – представительница культуры готов. Она красит волосы в черный цвет, носит пирсинг и слушает соответствующую музыку. Однажды в клубе девушка познакомилась с парнем по имени Роберт Молби, который полностью разделял взгляды и увлечения новой знакомой. Между ребятами завязался роман, причем более сильная и смелая Софи всегда поддерживала и защищала парня. Однажды во время прогулки в парке к молодым людям подошла компания агрессивно настроенных подростков. Завязавшийся конфликт закончился трагедией только из-за того, что Софи и Роберт выглядели не так, как все. Жизнь действительно иногда подбрасывает сюжеты, которые даже не снились голливудским режиссерам и сценаристам. Остается только надеяться, что мы никогда не встретим людей, которые стали главными героями фильмов из сегодняшней подборки. Друзья, а если вы любитель почитать кино, переходите на наш портал киномания24.ру. Там вы найдете статьи о различных фильмах, подборках и рецензии на актуальные картины. На сайте идут бурные дискуссии и обсуждения по представленным статьям. Присоединяйтесь и вы. Ссылка на наш ресурс есть в описании под этим роликом. До скорой встреч, друзья! Киномания 24. Магия кино для тех, кто понимает. Субтитры создавал DimaTorzok